Открываться во второй раз в скором времени сможет Тельминская швейная фабрика. Сейчас в долгое время заброшенном здании заработал выставочный центр. Среди экспонатов ткацкий станок начала 20 века. Но музей это только начало проекта по возрождению самого производства. Все подробности у Юлии Шинкарюк. К этой машинке прикасались руки нескольких поколений семьи Антонины Сергеевой. Все они работали здесь, на легендарной швейной фабрике в Тельме Усольского района. Мама Антонины трудилась на предприятии с детства. Сначала шила военную форму для советских солдат, потом вещи для гражданских. Сама Антонина отдала фабрике 15 лет своей жизни. Ее сократили в 1996 году. А в 2011 швейные машины и вовсе затихли. Предприятие закрыли. Но, как оказалось, не навсегда. Теперь здесь открыли выставочный центр. И Антонина Сергеева подарила ему несколько экспонатов. Пальто пошива 50-х годов 20 века и грамоты своей мамы за добросовестный труд. Показатель у нее 183% была производительность труда. Вот грамота ей дана. Она сейчас в музее находится. Я работала во втором цеху. У Шишкина и Нины Ивановны в бригаде. Но и наш цех всегда был передовой. Он практически всегда был передовой. Переходящий о красных знамях у нас всегда находился у нас в нашем цехе. И кто знает, может быть, такими же показателями смогут похвастаться новые работники фабрики. Да, швейные производства возобновят. Более того, это некогда заброшенное здание превратится в исторический индустриальный парк. Его проект разработала предпринимательница из Уссулия-Сибирского Анна Репина. Она стала хозяйкой здания бывшей фабрики в 2014 году. В 2017 из него вывезли больше 10 грузовиков с мусором. А уже сегодня здесь работает музей. Восстановление Тельминской фабрики началось именно с музея. То есть с корней, с истории. Дальше здесь будет и швейное производство, и ремесленники будут. У нас впереди большие планы. Но начальник именно с музея. В музее организовали два зала и 10 исторических блоков. Они охватывают более 200 лет развития и работы суконного и швейного производств. Тексты для экспозиции создавал известный в Иркутской области историк Алексей Петров. Он же выступил на открытии выставочного центра. То, что начинается новое производство, начинается именно с изучения истории этого предприятия, а Тельминская фабрика будет скоро отмечать 300 лет, как раз для меня является, знаете, таким неким эталоном нового предпринимательства. Что люди, прежде чем возрождают производство, они изучают ее со всеми его изъянами. Вообще, возрождение производства – это уникальный случай для Иркутской области. К примеру, восстановить Хайтинский фарфоровый завод в Усольском районе так и не удалось. Сейчас у нас есть шанс возродить швейную фабрику. Да, именно у нас. Все мы можем пожертвовать деньги на проект. На платформе «Бумстартер» ведется сбор средств. А в благодарность на стене фабрики может появиться кирпич с вашим именем. Юлия Шенкарюк, Новости по будням. Субтитры создавал DimaTorzok